Всех приветствую! Приехал ко мне телескоп sv501p. Новый комплект должен быть с рюкзачком. Пришло раздельно две посылки видео распаковки. Посмотрим, что у нас здесь. Давайте начнем с маленькой. А это у нас в чехолчике штатив. Увесистый. Чехолчик с веревочкой, который позволяет его переносить. Стальной. Металл может быть алюминий. Небольшая бумажка на китайском языке. И хотя пластмасса есть детали, но выглядит довольно устойчиво. Что здесь у нас? Ух ты! А вот это уже интересно. Ух ты какая коробочка! Вот это уже такой подарочный вариант, можно сказать. Астрономический телескоп 70 на 400. 70 апертура диаметра объектива, 400 фокусное расстояние. Посмотрим, что тут у нас внутри. Вот такой рюкзачок. Фирменный, с скромной небольшой надписью. Швы бонни, лямочки, петелька. И все. Минималистично, стильно. Черный, аккуратный. Все швы, все ровно и аккуратно. Посмотрим, что у нас внутри. Вот такой лист. На нем на английском языке инструкция. Параметры самого телескопа. От нуля до трех лет детей не подпускать. Мелкие есть детали. Ну а детей старше, напоминаю, опасный взгляд на солнце. Может ребенок ослепнет. В кулечке у нас идет окуляр 20 миллиметров. Это уже, как смотрю, немножко похожий другой, не такой, как были раньше окуляры. Свобой не в комплекте у подобных. Это искатель. Искатель похож такой же, как был уже у нас. И не диагональное зеркало. Обратите внимание, призма. Что нам, вероятно, даст с этой трубой не перевернутое изображение, а ровное. Что удобно для наблюдения земных объектов. Но если мы на небо смотрим, на ту же Луну, то можно не пользоваться призмой. Не ухудшать, допустим, себе качество изображения. Оно может немножко ухудшаться. А напрямую окуляр в телескоп. И давайте посмотрим на телескопчик. В рюкзаке можно заметить, есть как бы два отделения. Есть карманчики. Сюда можно еще, допустим, авторучку. Место есть даже под бутылочку с водой или под какие-то еще аксессуары. И вот она труба. Аккуратно все уложено. Резиночкой закрыто. Все пришло целое, не побитое. Спасибо, как так сказать, таможне и почтовым службам. Коробка в идеальном состоянии. Повезло, вероятно. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ух ты! Аккуратненько не буду бывать пока эту бумагу. Аккуратненько скотч надрежем. Вот такая красота. Увесистая, я вам скажу. Потяжелее, чем труба, которая была 60 миллиметров. Чтобы не было люфта, смотрите, как интересно, раньше такого не было. Здесь есть вот такой винт, который зажимает. Допустим, вы сфокусировались, зажали и уже будет держаться. Резьба для крепления на фотоштатив. И в то же время есть так называемый ласточкин хвост. То есть можно устанавливать уже на монтировки более серьезные. Давайте посмотрим на объектив. Есть просветление такое оно, салатовое, зеленое просветление. Бленда такая очень приятная, матовая. Бленда скручивается, да, не скручивается, а снимается. На линзе отпечатков нет, вообще идеально чистая. Нет царапин, нет вообще пылинок ни одной не вижу. Значит, бленда тоже, смотрите, получается труба вот еще короче. Надеваемся бленда, надевается защитная крышка. Вот такая красота. Есть крышечка и два винта зажимных для окуляра. Ох, как интересно, вот это уже интересно. В бюджетном телескопчике у нас уже не винты зажимают, а компрессионное кольцо для окуляров. Я напомню, это более, так сказать, удобно, это лучше. Окуляры не так царапаются. Да, вот это интересно. Давайте попробуем, как фокусировочный узел работает. Работает плавно. Люфтов не ощущаю, вот двигаю. Малейшее движение на миллиметр уже начинает двигаться. Фокусировочный узел. Вот максимально выезжает так эта часть. Здесь видно смазку. Вот эта часть, вероятно, пластмассовая. Даже невероятная, я думаю, пластмассовая. И на ней вот такая штука, которая смазка, я думаю, тоже пластмассовая. Смазка такая довольно густая. Она, вероятно, и дает эту плавность хода движения. Да, интересно. Я другую трубу ожидал. Ну, в плане, думал, это просто будет чуть больше. Смотрите, в фокусировочном узле есть такие винты. Можно разобрать, допустим, почистить, смазать. Вот такой вот телескопчик. Так что ждите обзор с примерами съемки. Рассмотрим плюсы и минусы, преимущества, недостатки. И, как самое важное, поговорим кому и как он может быть удобен и интересен. Я с вами не прощаюсь. Это было видео распаковки. Будет видео с примерами съемки и так далее. Хорошего настроения! Всем ясного неба! Удачных покупок! До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok